С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 1 марта, с началом весны. Всемирный день гражданской обороны, защиты. Россия стала полноправным членом этой организации. Вообще, 1 марта много всевозможных праздников и дат. День ноль дискриминации. Это нарушение прав человека, и она не должна игнорироваться. У всех должна быть возможность прожить жизнь в уважении и с достоинством. Так что ООН отмечает такой день сегодня, 1 марта. Также сегодня день эксперта-криминалиста МВД России. В 1919 году в системе уголовного розыска РСФСР был создан кабинет судебной экспертизы. Это первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. Также сегодня день кошек именно в России. В этот день собирают пожертвования, проводятся выставки и конкурсы. Хозяева покупают питомцам деликатесы, новые игрушки и домики. Ласкают и играют с ними. Ну и еще сегодня всемирный день комплимента. Нет достоверной информации, кто и когда его учредил. Также даты у праздника две. Часть любителей говорит друг другу добрые слова, отмечает его 1 марта, другие почему-то 21 марта. Иногда комплимента бывает достаточно, чтобы поднять настроение собеседнику и повысить его самооценку. В этот день появились на свет 1810 год. Фредерик Шопен, польский композитор и пианист. Он не писал музыку для балета, не оставил после себя опер или симфоний. Его любимым инструментом было фортепиано, для которого создавались все его произведения. Впервые пианист сыграл на концерте в 7 лет. В 12 за виртуозную игру его уже назвали о варшавским чудом. И только начиналось все. 1937 год. Евгений Дога рождается в этот день. Молдавский композитор, народный артист СССР. Написал музыку кинофильмам «Лаутары», «Табы уходят в небо», «Мой ласковый и нежный зверь». А в 1963 день рождения певца Томаса Андерса. Советского все в виде группы «Модер Толкинг». Настоящее имя – Бернт Вайдунг. С самого детства профессионально занимался музыкой. Брал уроки игры на фортепиано, пел в церковном хоре и даже изучал музыковедение. Уже в 16 лет талантливый певец стал победителем престижного конкурса «Радио Люксембург», а в 17 выпустил дебютный сингл. Однако имя и фамилия молодого артиста были для большой сцены слишком труднопроизносимыми и плохо запоминающимися. И продюсер звукозаписывающей компании посоветовал Бернту взять звучный псевдоним Томас Андерс. Именно под этим сценическим именем он и прославился после знакомства с начинающим композитором и продюсером Диттером Боллином. 1994 год. День рождения Джастина Бибера, канадского певца, музыканта, актера. Любит использовать свой частный автобус больше, чем самолет во время путешествия. Это связано с тем, что его автобус имеет кровать. И чувствует себя он там, как в собственном частном доме. История этого дня. 86-й год до нашей эры. Римский полководец Сула берет штурмом и грабит Афины. Греция переходит под контроль Рима. А в 1799 году в Петербурге запрещают танцевать вальс. Время Павла Первого. Этот танец сочли безнравственным и вульгарным. Критики говорили о том, что кавалеры дама находятся слишком близко друг к другу. И только после 1830 года вальс постепенно вернулся к нам. В 1873 год. Некто Реймингтон с сыновьями в Нью-Йорке начинает производство первой пишущей машинки. Впрочем, сразу они не нашли понимания в офисах прошлого. Однако с каждым годом машинка потихоньку вытесняла писание от руки. Сегодня этот аппарат, в свою очередь, вытесняется компьютером. Тем не менее, пишущие машинки остаются распространенными в некоторых частях мира. Ведь согласитесь, то, что там печатается, еще можно как-то скрыть. А вот компьютер всегда можно взломать. 1995 год. 1 марта. Убийство Владислава Листьева в подъезде дома на Новокузнецкой улице. Причина смерти, согласно заключению судмедэкспертизы, сквозное огнестрельное ранение правого предплечья и слепое огнестрельное ранение головы. За прошедшие годы около 10 человек, которые находились в СИЗО, сознались в убийстве Листьева. Однако проверка доказала их непричастность к преступлению. До сих пор это дело окончательно не раскрыто. 2011 год. В России вступает в силу закон о полиции. Он заменяет закон РСФСР о милиции. Ну и последнее. 1868 год. Рождается таблица системы элементов, основанная на их атомном весе и химическом сходстве, которую Дмитрий Менделеев, русский ученый, называет периодической. В этот день он должен был выехать в Тверскую губернию для обследования сыроварин. В момент отъезда у него вдруг идея возникла. Будущая система. Всего лишь идея. Менделеев сделал все правильно и отложил поездку. И после нескольких часов напряженной работы устал. Прилег отдохнуть. Дальше цитата. Вижу во сне таблицу, где все элементы расставлены как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, и только в одном месте потребовалась поправка. Так писал Дмитрий Иванович своему другу. Так что правильный сон иногда может сделать вас великим ученым. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Субтитры сделал DimaTorzok